В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. День российской науки в Музее ядерного оружия прошла встреча в рамках проекта вне фаведения. От Аммиада-2019 в Ледовом дворце открылась спартакиада работников атомной отрасли. Известный советский и российский киносценарист, писатель, общественный деятель в Молодежном библиотечном центре прошел вечер памяти Даниила Гранина. Далее расскажем обо всем подробно. Что такое физика, зачем она нужна и как этот предмет может повлиять на жизнь старшеклассников? Ответы на эти вопросы прозвучали во время очередной встречи в рамках проекта вне фаведения, которую ядерный центр приурочил ко дню российской науки. Проект вне фаведения существует уже несколько лет. Задумывался он как цикл лекций и выступлений для старшеклассников, на которых специалисты ядерного центра рассказывают о своей работе и о направлениях, которые будут востребованы в будущем. Участниками проекта вне фаведения в этот раз стали семиклассники городских школ. Их выбрали не случайно. Именно в седьмом классе ребята начинают изучать физику. Поэтому важно на первых этапах заинтересовать их в этом предмете и объяснить, что это не просто еще одна школьная дисциплина, а целая наука, полная удивительных фактов. Они еще пока не понимают, как физика окружает их и как потом можно с ней связать свою жизнь. Поэтому мы сделаем такой небольшой годный курс. Ребята узнали о том, почему интересно заниматься физикой и где именно можно применить эти знания в ядерном центре. Что нужно сделать, чтобы стать настоящим ученым. Обо всем этом детям рассказал сотрудник ВНИЭФ Георгий Рогожников. Я думаю, главной зиминкой моего доклада – это доступное изложение вещей, которые, в принципе, они будут узнавать только через несколько лет в школе и, может быть, даже в институте, а может быть, даже после того, как придут работать, например, в какое-то научное учреждение. У современных школьников есть интерес к науке, отмечает специалист. И сегодня в глазах детей быть ученым – это престижно. Если человек может получить четкий ответ на вопрос, а что же я буду делать, если буду заниматься наукой через несколько лет, вот тогда действительно он может поставить себе такую цель и, скажем так, работать в данном направлении. С интересными фактами из мира физики знакомились семиклассники лицея номер 3 и 16-й школы. Лекция ученого пробудила у ребят большой интерес и желание дальше постигать все тайны этой непростой науки. Сегодняшняя лекция мне очень понравилась. В школе физики я что-то понимаю, что-то нет. И эта лекция помогла мне немного углубить свои знания. 12 февраля подобная встреча будет организована для учеников 7-х классов других школ города. Ученица 4-го класса 3-го лицея предложила признать памятниками природы регионального значения два дерева уникального размера и возраста. Эти факты она выяснила в результате большой исследовательской работы. Речь идет о тополе, который растет около реки Сатис, и о самой большой в городе Сосне, которая находится на перекрестке улицы Победы и улицы Зеленой. Подробности далее. Вполне возможно, что скоро на территории Сарова появится еще два памятника природы. И позаботилась об этом четвероклассница Ангелина Журавлева. Гуляя по городу, ученица лицея номер 3 увидела несколько деревьев, которые отличались размерами, и задумалась, сколько им лет. Этому тополю, который я обнаружила, было 288 лет. Он почти ровесник Серафима Саровского. Сосне, которая располагается недалеко от музыкальной школы, по данным Ангелины, 242 года. Чтобы узнать, есть ли какое-то упоминание об этих деревьях в архивных записях, девочка отправилась в библиотеку. Я однажды просмотрела книжки и преподобный Серафим Саровский «Предания и факты». И мне просто стало интересно, как выглядел Серафим Саровский, хотя бы портрет его. И я наткнулась на этот тополь. Сделав все необходимые замеры, найдя записи и фотографии тех лет, девочка по совету родителей написала письмо главе города Александру Тихонову с предложением внести эти деревья в список памятников природы. Нам ответ пришел. Они сказали, что этот вопрос будет обсуждаться уже городской думой. И дальше уже нам придет ответ. Девочка надеется, что ее усилия не пропадут даром. По ее мнению, это не просто древнее дерево. Это часть истории города. На благоустройство лыжной базы потратят 34 миллиона рублей. В рамках проекта формирования комфортной городской среды там появится новый городок, судейский домик, система освещения, дорожно-тропиночная сеть, памп-трек, специальные зоны для пикников и площадка для выгула собак. Полностью с концепцией благоустройства можно ознакомиться в соответствующем разделе официального сайта администрации Сарова. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Государственная жилищная инспекция Нижегородской области запустила на своем сайте онлайн-калькулятор платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Любой житель региона может выбрать из списка свой район. Указать, проживает он в многоквартирном или частном доме, а также другие данные. После этого программа рассчитает сумму оплаты за вывоз мусора. Таким образом, каждый может проверить, правильно ли ему насчитали стоимость новой коммунальной услуги. В Нижегородском главке напоминают, что о нарушениях со стороны стражей правопорядка можно сообщать по круглосуточному телефону доверия. 8-831-268-6868 Каждое обращение регистрируется, передается компетентным сотрудникам и установленный законом срок заявителю сообщают о принятом решении. В Сарове началась подготовка к исторической реконструкции, которую в День Победы по традиции проводит Военно-историческое общество 1945-й. В этом году организаторы решили несколько изменить подход. Если раньше участие в театрализованных сражениях принимали только опытные реконструкторы, в этом году окунуться в атмосферу военных лет смогут все желающие. Мужчинам предлагают примерить на себя роль полицейских и партизан. Перевоплотиться в беженцев, спасающихся от войны, смогут женщины и ребята в возрасте от 9 лет. Связаться с реконструкторами можно через официальную страницу Военно-исторического общества 1945-й ВКонтакте. В молодежном библиотечном центре прошел вечер памяти Даниила Гранина. Известный советский и российский киносценарист, писатель, общественный деятель был удостоен нескольких престижных литературных наград. Он получил широкую известность благодаря книгам «Эта странная жизнь», «Зубр», «Три любви Петра Великого», «Мой лейтенант» и «Блокадная книга». На вечере памяти побывала и наша съемочная группа. Еще при жизни Даниила Гранина называли классиком литературы. Он был удостоен множества почетных званий, занял в литературе и в истории нашей страны особое место. 1 января исполнилось 100 лет со дня его рождения. В честь этой даты Библиотечный информационный центр подготовил выставку «Страницы пережитого». Первыми посетителями экспозиции стали ученики 13-й школы и представители ветеранской организации «Дети войны». Сегодня мы будем говорить о творчестве Даниила Гранина, о его книгах и особое внимание уделим произведению «Блокадная книга», которая была написана в соавторстве с белорусским писателем Олесим Адамовичем. Будем читать отрывки из этой книги, будем исследовать вот эту блокадную реальность изнутри. В читальном зале библиотекари рассказали гостям о блокадном Ленинграде. Осада Северной столицы стала одной из самых мрачных и в то же время героических страниц Великой Отечественной войны. Школьникам еще раз напомнили, что ни голод, ни страх, ни постоянные обстрелы, ни смогли сломить духа советских людей. Я считаю, что подобного рода встречи развивают в людях нашего возраста патриотизм и гордость за свою любимую страну. В финале вечера ветераны Великой Отечественной войны поделились со школьниками своими детскими воспоминаниями. Наш российский народ должен знать свою историю и понимать, как жили и как живем, и сравнить, что было и что сейчас, потому что дети сейчас очень многое не ценят. И у них нет того даже чувства ответственности, мне кажется, какое было у нас в 10-14 лет. Выставка «Страницы Пережитова» в Молодежном библиотечно-информационном центре продлится до 9 мая. Посетить ее может каждый желающий. Конкурс «Театральный марафон профессии» проходит в нашем городе в третий раз, и уже второй год подряд его победители получают специальные призы от «Канала-16». По итогам отборочного тура в финал конкурса вышли четыре школьные команды и 14 из детских садов. Юным артистам и их родителям вручили 88 дипломов и подарки от спонсоров. Одним из обладателей спецприза от нашей редакции стала команда 8-го детского сада. Сказ о резчике по дереву Руслане и мастерица Ульяне, которая занималась хохломской росписью. Родители нераздумывая откликнулись на предложение воспитателей сделать постановку на конкурс. Роман Зяблов с энтузиазмом включился в процесс подготовки к спектаклю. Вместе с сыном он тщательно изучал тему и все больше погружался в атмосферу старины. Очень интересно, так как раскрывалась тема Нижегородского края, хохлома, роспись и все, что в древности нас касалось в этом направлении. На сцене Дворца детского творчества дошколята рассказали о старинных ремеслах города Семенова. Руслан Зяблов представил профессию резчика по дереву, а Ульяна Олухова расписывала кухонную посуду в технике хохломы. Трудности были больше, наверное, привычки к сцене, потому что слова, образы дети приняли очень хорошо, как и взрослые, в принципе. Наталья Олухова считает, что такие конкурсы несут не только развлекательную функцию. В процессе подготовки к фестивалю Ульяна и Руслан узнали много нового об истории родного края и теперь с удовольствием делятся впечатлениями со своими друзьями. Вместе с родителем они познают все то, что происходит в нашей области, начиная с древности и заканчивая сегодняшним днем. В мини-спектакле о старинных профессиях воспитанников детского сада номер 8 на фестивале «Темп» занял первое место. Участие в конкурсе далось начинающим актерам легко. Немного волновались родители, а дети просто включились в веселую игру. Дети себя на сцене чувствовали более спокойно, даже чем родители. Они почувствовали все то, что должны были пройти и через что должны были пройти. А родители просто им в этом помогли. Воспитанники шестой группы детского сада номер 8 не в первый раз участвуют в театральном марафоне профессии. В прошлом году им досталось бронза. В этот раз они одержали безоговорочную победу. Успешное выступление вдохновило детей, родителей, воспитателей на новые творческие свершения. Солистка вокального коллектива эстрадной песни «Апрель» Центра культуры и досуга в НЕФ стала обладателем гран-при международного фестиваля «На крыльях таланта» в номинации «Эстрадный вокал». Саровченко представила жюри конкурса две новых песни и своего репертуара. Выступление оценили самыми высокими баллами. Елена Барышева распевается перед очередным занятием в коллективе эстрадной песни «Апрель». Несколько раз в неделю она приходит сюда, чтобы почерпнуть вдохновение и заняться любимым делом. Сегодня солистка уже не мыслит своей жизни без сцены. И выступление началось все в детстве, когда маленькая Елена пришла в творческий коллектив поселка Вознесенского. А после переезда в Саров стала частью объединения Центра культуры и досуга в НЕФ. Мне дает силы, как ни странно. Когда мне плохо, я пою. И когда мне хорошо, я тоже пою. То есть вот она дает мне силы. В репертуаре у меня больше всего, конечно, таких лирических песен. Ну, лирико-драматических, может быть. Музыка сопровождает Елену всю жизнь. Возняна музыкальный руководитель в детском саду и изо дня в день прививает дошколятам любовь к этому искусству. Несмотря на такую непростую и очень ответственную работу, Елена не забывает и о собственном саморазвитии. Благодаря участию в престижных творческих конкурсах она смогла преодолеть волнение перед выходом на сцену. Бывает волнение разное. То волнение, которое должно быть у артиста, оно должно ему помогать. А у меня было такое волнение, которое мне мешало выступать. То есть я буквально там теряла 50% из-за этого, выступая. Поэтому вот мне нужен был такой опыт, чтобы я выходила и делала то, что я хочу и могу зрителю им донести душой и голосом. И с поставленной целью солистка справилась. На Международном фестивале на крыльях таланта в Саранске она завоевала гран-при. Елена выступала в номинации «Эстрадный вокал». Саровчанка исполнила две новые песни из своего репертуара. На этом же конкурсе в своей возрастной группе выступила воспитанница Елены. Вообще меня Эрит Сдулайн зовет лягушкой-путешественницей. Да, по конкурсам езжу часто. И это для меня очень бесценный такой опыт. 17 марта Елена вместе с другими солистами выступит на сцене Центра культуры «Досуга в НЕФ» на традиционном концерте коллектива «Эстрадной песни апрель». А уже осенью она планирует свой сольный концерт. Шахматы, мини-футбол, палеотлон, лыжные гонки и хоккей. В Сарове прошло открытие «Зимние атомиады». Спартакиада работников атомной отрасли проводится в десятый раз. В этом году за главный приз в личном и командном первенстве будут бороться более 150 спортсменов. Подробности в следующем репортаже. Они встречаются несколько раз в год на всевозможных спортивных соревнованиях. Сотрудники атомной отрасли из различных регионов нашей страны в очередной раз поборются за лидерство в зимних видах спорта. В Москву представляют сразу три команды. Участники одной из них не в первый раз приезжают в наш город. Во-первых, это объединяющее такое мероприятие. Мы отлично проводим время здесь. Ну и спорт, у него такая миссия в жизни, наверное, объединяющая. Ну и здоровье, радость несет. На торжественной церемонии открытия к участникам зимней атомиады с приветственными словами обратились первые лица города и ядерного центра, а также представители госкорпорации «Росатом». Атомиады – это два беспорядка события в области. Также для атомных шахов, которые являются в родительском спорте, которые были отличны в районе. В течение двух дней спортсмены будут бороться за звание сильнейших в пяти видах спорта. Мини-футболе, шахматах, хоккея, лыжных гонках и зимним троеборьем. Полиатлон включает в себя три подвида. Это стрельба, у женщин отжимания, у мужчин подтягивания и лыжные гонки. Приятным сюрпризом для спортсменов и болельщиков стало выступление юных фигуристов. А сразу после торжественной церемонии в матче открытия спорта-киады на льду скрестили клюшки команды ядерного центра и специального научно-производственного объединения «Элерон» из Москвы. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова